Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Фролок Юрий Андреевич, биолог. Сегодня расскажу вам о крайне важной теме, пожалуй, самой важной, которую, может быть, вы слышали. Я советую послушать от и до. Это жизненно, жизненно важная информация для каждого из вас. Кто бы как ни отмахивался, ну, в общем, сами сейчас всё поймёте. Так что смотрите от и до. Я постараюсь сделать коротко, насколько это возможно. Какой план моего выступления? Первое, я расскажу, в чём проблема сотовой связи, Wi-Fi-излучения и других электромагнитных излучений. Что это реальная проблема, которая вокруг нас действует на нас 24 часа в сутки. Второе, я расскажу, как быть. То есть, как каждый из нас, из вас, сможет, зная, в каком мире, в какой ситуации, конкретно где он живёт, что он может сделать, чтобы обезопасить тебя, либо снизить воздействие. Это второе, что я сделаю, расскажу вам. Третье, я себе набросал некие тезисы, и если я забуду что-то сказать, я в конце сам посмотрю и скажу очень важные вещи, чтобы не забыть это сделать. Я считаю, что это важно. И, конечно, дам ссылки под этим видео. То, что я рекомендую посмотреть, чтобы вы более детальное и глубокое, кто захочет, техническое представление, ну, так сказать, на первоисточники взглянули и поняли до конца, если вдруг не поймёте после того, как мы с вами поговорим сейчас таким образом. Теперь, пару слов. Вначале для моих подписчиков старых и для новых зрителей, которые только что меня первый, может быть, раз видят. Значит, первое для новых зрителей. Дорогие друзья, я вообще не только биолог, я много чем занимаюсь. Посмотрите мой сайт, youfrolov.blog, вот в YouTube-канале плейлисты, но я хочу вам сказать, что основная моя деятельность – это лекции, в том числе по здоровью человека, по лечению разных заболеваний, которые, кажется, может быть, даже неизлечимы. Кому-то по адекватному питанию, образу жизни. Я читаю лекции и начинаю всегда свои такие выступления с того, что, если вы не в курсе, посмотрите сначала моя лекция о адекватном человеческом питании и вообще о влиянии разных факторов, не только питания, на здоровье человека. Я выделяю 9 групп факторов, которые влияют на наше с вами здоровье, ну и на болезни, соответственно. Из них электромагнитные волны – это один из факторов, о которых я говорил уже давно. Но и вот мои старые зрители не дадут мне, что называется, соврать. И действительно, и 5 лет назад, и раньше я говорил об этом и в своих лекциях, и более того, даже рассказывал методы, об этом мы вернемся, как непосредственно экранировать от воздействия мощных электромагнитных источников излучения свое жизненное пространство. Ну, вот это я просто к тому сказал, что сейчас появилось одно видео одного вегана-сыроеда, такого блогера, который выдал это якобы, так сказать, ну, ведь он ссылок источников не сказал, не сказал, что от меня это четко методику, как экранировать пространство он услышал. Хотя это малая часть того, что я сейчас вам расскажу. Однако неприятно, когда люди вот без ссылки на первоисточник что-то говорят. А я более уже, наверное, 8 лет назад, если не 10, встречался с физиками и с одним еще очень интересным человеком, Рыбниковым таким он ученый, и измеряли при мне воздействие сотовой связи, то есть частотные характеристики и прочее. И вот тогда я серьезно стал заниматься этим вопросом, вспомнил то, что я знал раньше, ну, просто забыл, что из памяти стерлось. И вот эта проблема очень серьезная. Сейчас пришло время, а как раз это видео, вот, собственно, совпало с тем, что я сказал себе, ну, надо снять это вот нынешнее видео. Итак, приступаем. Дорогие друзья, эта проблема известна еще давно. Давайте я вам скажу вот с чего начну. Были такие случаи в советское время, они были, ну, малоизвестны, но уже в 80-е в конце писали об этом в газетах, что, например, рабочее место, человек умирает от рака, проходит буквально год. Второй приходит на его рабочее место, садится и тоже умирает примерно через год от рака. И так, третий и так далее. Это уже закономерность, сами понимаете. Некоторые врачительные директора или пытливые умолюди пытались... Почему это происходит? Ну, вот, тем не менее, выяснялось потом, что, например, эта причина такова, и, как правило, что в стене проходил кабель мощный, трехфазный, либо с плохой изоляцией, либо с пробоем, либо еще с наводками, ну, в общем, излучал мощное электромагнитное поле. Вот, пожалуйста, пример. Были такие целые подъезды раковые, были другие проблемы. Пока не появились, ну, скажем, более смертоносные. Это, во-первых, места там, исторически это было известно, много онкологий, других проблем, где лэпы проходят высоковольтные линии, прямо напротив панельные дома. Прямо четко идет излучение. Да, конечно, там эта проблема известна многим. Ну, а вот то, что сотая связь, она вошла в нашу жизнь не так давно. Wi-Fi тем более. Но уже есть исследования, есть, которые показывают это воздействие. Сейчас мы поговорим об этом. Что я скажу дальше? Что сейчас мы облучаемся 24 часа в сутки. Мало того, что электропроводка везде. Пусть провода тонкого сечения и, так сказать, однофазные токи это одно, трехфазные другое, плюс изоляция многослойная, может быть, нет. Как она убрана? В бетоне либо она, либо под гипсокартоном уже. Это совершенно другое воздействие, все более сильные. Поэтому я потом выводы из этого сделаю. Я вам скажу, что сделал я, например, вот, зная все это, да, уже в новом своем доме и так далее. Вот смотрите. Значит, сотовая связь, сотовые вышки, эти трансляторы стоят сейчас везде. Они очень мощные. Ставатные порой, которые, кстати, надо ставить на высоту 70 метров и выше от, значит, жилых и рабочих производственных помещений. Оставят их чуть ли не на двухэтажные здания, а рядом 17-этажные панельные дома. Получается все, причем в такой силы, что, так сказать, у людей как минимум сразу начинается утомляемость, головная боль, и все разбитые, и даже дети, которые должны бегать, прыгать, и даже те семьи, кто ведет здоровый образ жизни, тоже чувствуют постоянно усталость, слабость. И это факт. Ну, а вплоть до... Вот мало кто из вас знает, что это еще кумулятивный эффект носит. То есть накопительный воздействие Wi-Fi-излучения. А это вошло, как я говорю, в нашей жизни совсем недавно, но уже есть исследование. То есть влияние на... Первое, это головной мозг, нейрогуморальные все регуляции организма. То есть на нервную систему в первую очередь, потому что у нас существует, как говорится, понятно, что мы сами электрические существа, но на поле Земли есть определенная их константа. А когда действуют на нас другие, то меняется вот эта вся мелодика, меняются колебательные процессы в клетке, информационные и так далее. А нервная система вообще на литиевой энергии работает. Наши клетки вообще работают на литиевом. Самый сильный, идеальный проводник. Потом уже стоит натрий, потом только медь на третьем месте. Так вот, идет моментальное изменение, моментальные скачки, сбой, программы сбой. Я вам вот еще скажу на таком случае, что в 89-м году, когда я впервые познакомился с этой технологией, это совместно советское-астрийское предприятие СВНСС было в Москве такое. По, скажем, изучению по биологическим активным точкам на руках, фалангах пальцев, ног, рук, состояние здоровья, так сказать, обменных процессов и так далее. Причем абсолютно точно я это на многих людях знал, видел, проверил, что никто не мог знать, только сами люди, либо их лечащие врачи. Но тут вот до такой степени глубокой точной диагностики доходили эти исследователи, что я был, конечно, поражен. И потом они заряжали воду. Это сейчас уже там кристаллики, какие-то сахары, еще что-то. Воду. Это очень разумно, потому что вода – идеальный переносчик информации. Если ее, так сказать, деструктурировать, вон структурировать и перенести информацию, то она воздействует. Но я на себе это прошел. У меня очень многие были болезни, которые прошли или сразу, или очень быстро. И это не какой-то эффект плацебо. Во многие вещи люди у меня знакомые не верили. То есть, ну, это факт, просто поверить на слово. Я в своих лекциях подробно это рассказываю. Так вот, знаете, что там было основное условие какое? Чтобы не было ни наводок, никаких переписей или изменений программы. Надо было держать это в термосе. Это уже экран, да? Внутри раньше были всегда у нас фольгированные, так сказать, термосы в советское время. И вот эти термосы нужно было держать минимум 3 метра от электророзеток и выключателей. И потом минимум, что надо, это не дотрагиваться после сна до никаких розеток, выпивать вот эти определенные 30 миллилитров, потом, соответственно, убирать приборы уже тогда через полчаса только включать. И в этом есть абсолютный смысл. И абсолютно теперь понятен какой. То есть, вот сопоставляя все по мелочам, что было, что было накоплено в знаниях, вот здесь, как говорится, в коре, да, информации. И вот до нынешних, когда уже создали приборы, я скажу, какие ученые вот даже создали, ссылочку дам. Я сам этот прибор тоже возьму, чтобы померить, ведь параметры нам совершенно, говорят, сейчас заниженные. То есть, у нас мы можем измерить современными приборами. Вот, например, различные, не буду называть марку, но там параметры стоят, ну, как говорится, на самом деле еще более мелкие значения важны. А вот их здесь нет. Хотя, конечно, ну, у меня вообще очень много приборов. И я в силу своего рода занятия замеряю и по воде, начиная там, по АШ или редокс потенциала, ОВП или счетчик водорода, до там уже различных, так сказать, счетчиков Гегера, там, освещенности и прочее, прочее. Потому что у меня сфер, моей деятельности очень много, и приборы здесь важны, потому что нужно увидеть, понять и проанализировать. Тогда видишь уже и причинно-следственные связи. Но я, помимо прочего, это очень активно чувствую хорошо. Вот многие раньше, особенно старые телефоны были, вот к уху прям подносили, и люди иногда чувствительные ощущали жар, прям внутри ощущение такое неприятное, я ощущал. Но раньше дурак не знал, как говорится, как все это воздействует. Но очень много лет уже я пользуюсь так телефоном, сразу скажу, что я его не говорю вот так вот, к уху не прижимаю, сотовая связь. Особенно, кстати, самый сильный сигнал, который с ретранслятором, с излучателем, его антенна передаточная, раздающая, работает, чтобы, так сказать, это было максимальный, вот, ну как скажем, вот когда идет сигнал, идет самое мощное излучение. И поэтому, когда нажимаете кнопку, не приносите сразу к уху, несколько секунд подождите, а к уху вообще не надо приносить. Как надо, на вытянутой руке, на расстоянии метра от себя говорить, по громкой связи, да плевать, что кто-то слышит, здоровье дороже, это все очень серьезно, это влияет очень сильно. В десятки раз, в 50-60 раз вы уменьшаете воздействие на расстоянии метра от своего тела, в руке тоже желательно не держите, а кладите какой-нибудь на панель машины, либо на стул, на стол, смотри, где вы находитесь. Ну, в крайнем случае, перезвоните потом по городскому, а за секунду что-то можно сказать. Ну, или наушник, только не беспроводной, а проводной обязательно используйте, это уже вот вам совет. Перемешку как бы получается, но тут, я говорю, столько информации, а я хочу более сжато это сделать, ну, трудно, да, некоторые просят, быстрее, быстрее. Ну, давайте дальше смотреть. Сотовая связь, вот, она уже 20 лет, есть изменения какие-то, огромные, вот, вот такого проводила, вот такое исследование среди своих пациентов, я уже, вот сделайте, можете МРТ головного мозга, кто не делал, а иногда люди часто это случайно обнаруживают, ну, когда ударились там что-то, ну, потеря сознания, мало ли, да, вот тогда делают МРТ, и вот часто обнаруживают, причем, если человек был левша или правша, то есть с какой стороны он мобильный держал, в височной области, вот как раз там есть как минимум киста головного мозга, у каждого третьего сейчас уже человека. Это конкретное, четкое и недвусмысленное, абсолютное влияние сотовой связи. Ну, микроволновка, поставьте туда голову, что там с едой происходит, какие там колебательные процессы, что... Вы знаете, что микроволновка, если пучок направить, узконаправленно сделать, особенно 2-3, то можно и самолет сбить, вывести из... на сайте нескольких километров, вывести все приборы, как говорится, испортить и так далее. Это все реально. То есть это страшное оружие на самом деле. И вот сотовая связь, да, я не призываю отказаться, я сам имею сотовый телефон, но можно же, так сказать, разумно к этому вопросу подойти. Теперь, что я конкретно по сотовому рекомендую? Ставьте его хотя бы на ночь. Многие люди с собой на подушку кладут рядом на тумбочку, ну, идиоты, ну, как можно по-другому сказать? Ну, это... ну, вы не обижайтесь, если вы так делаете, вы должны себе сказать, господи, что же я, идиот, делал, ну, я... Переставляйте его, ну, если вы живете в квартиру, на кухню, это, по крайней мере, через там бетонные перегородки, да, или кирпичные, уже... И причем задней стенкой, вот задней стенкой, допустим, сотового, к стеклу ставьте, вот так вот, прямо на подоконник к стеклу, чтобы антенна с антенной легче связывалась. Если она хуже связывается, то есть, например, вы положили, а есть какой-то экран, бетонные стены, прочее, сигнал слабее, значит, он чаще, чаще связывается, чтобы найти ретранслятор, и сигнал сильнее идет, и вот это все пространство внутреннее больше облучается, вы находитесь в, соответственно, в полях вот этих облучающих больше и чаще. Так, теперь это вот важный момент, на кухню, либо в ванну куда-нибудь. Теперь, как я, например, сделал лично, я, вот я сейчас вещаю, что называется, вот этот репортаж, да, из Пушкинских гор, у меня и Катвель, хотя я коренной москвич, сам родился в Москве, и мои предки, многие, да, там все, ну, по отцовской линии все, а вот я, тем не менее, я знал всю жизнь, что я уеду жить за город, я в 98-м построили, в 99-м уже переехали вот с женой, и дети там родились, это уже за город, в Подмосковье, но и там сейчас вон везде вышки, я не по этой причине уехал, а по причине комплексной продукты питания, так сказать, базы, вообще экологическая обстановка, вот, слава богу, имел на это возможности, хотя на это возможности любой человек имеет, было бы он желание и воля, или же надо бороться делать что-то, чтобы жизнь какая-то хоть в городах была более-менее нормальной, а вы знаете, дорогие друзья, что как Wi-Fi массово стали ставить, вот эти ретрансляторы на каждом столбе, вот этот столб каждый, так сказать, который сейчас понавешан на антенн разных передатчиков, так вот я вам скажу, и на дома, да, везде, что тараканы-то ушли, вот это было бы, кто молодые, не помнит, но большая беда советская, чем не травили, такими ядами травили, от которых люди умирают, деклофос и прочее, вы знаете, что они ушли именно тогда, это совпало с тем, когда поставили гигантское количество, по той же Москве, я говорю, сотовых ретрансляторов и Wi-Fi источников и роутера, а роутеры теперь в каждой квартире, вы знаете, какая это беда, 24 часа в сутки, облучаетесь, вот если в квартире человек живет, он с 10-20 источников видит вот этот Wi-Fi, каждый понатыкал и радуется, ходит по квартире, ему жопу трудно оторвать, сесть в ноутбук, поставить на стул и проводом подцепить к розетке интернет, ну что это такое, до чего мы докатились, люди или бытло стали, а так и есть, уже лень, уже радуемся, что даже в метро, идиоты, это в метро теперь, это круглые сутки, уже и в метро даже облучение идет, вы понимаете, это, ну у меня просто нет слов, что надо делать в квартире, да отрубать этот Wi-Fi, по-моему, можно уменьшить силу, мощность излучения, во-вторых, можно выключить и просто пользоваться от розетки, вот как мы делаем в Пушкинских горах, у меня тут нет оптикового окна, мы делаем по-другому, у меня вот за 200 метров, хотя это можно и за 10, потому что там направленная антенна на мачте, стоит антенна усиливающая сотовая, которую на мачту, передающую в городе, в Пушкинских горах, смотрит, вот, она принимает сигнал, идет усиление, идет к роутеру, там он отключен Wi-Fi, но от него идет провод к свитч, это коробка, которая распределитель, от него уже идет под землей, у меня по две всегда дублирующие, ну, значит, в ПНД трубе под землю, и выходит в каждом доме, там свой свитч-коробка, которая распределяет на конкретные точки, где уже интернет-кабель проходит в стене и выходит в виде розетки, человек подключился, а у меня тут еще и котель, я ведь не сволочь, я отношусь к людям так же, как к себе, вот я живу так же, как и мои гости, то есть, у них тоже нет Wi-Fi, и, кстати, кто гостиницы или кафе, говорит, у нас типа плюс такой Wi-Fi, это не плюс, это минус, это убийство людей, вот что это такое, и, кстати, эко-отелем не имеет права называться тот, у кого есть Wi-Fi, не только, конечно, там и краска химическая, там тысяча нюансов, но у меня, например, они все учтены, потому что я перфекционист, и я не в этом делаю, я просто понимаю, как что устроено, я понимаю биологию, цитологию, основу биохимии, я понимаю, как все это происходит, физику там в каких-то объемах тоже и так далее, ну, а уж если нет, то у меня есть всегда с кем проконсультироваться, ученые в разных направлениях, являющиеся специалистами. Теперь давайте так, значит, вот как я сделал, да, это дороже, дороже, но ведь совесть важнее, принципы, и, так сказать, это же правда, так надо, по-другому нельзя, ну, а в квартире 10-20 метров провода кинут, разве проблема? Нет, Wi-Fi ставят, ну, там-то вообще копейки в квартире, поэтому отмазки быть не может, это только глупость человеческая, если человек, как страус, голову в песок хочет, ну, образно говоря, сунуть, и не видеть проблему, это не значит, что проблема не будет действовать на него, и это не конструктивный подход, а такой, это, ну, неправильный, так сказать, значит, соответственно, давайте дальше, какие советы я могу дать, конкретные. Итак, Wi-Fi, да, вы можете роутер у себя отключить, а соседям наплевать, но вы поговорите с ними, по-человечески объясните, дайте посмотреть материалы, ну, неужели себя не жалко или детей своих убивать, а не в школах, вы знаете, какая успеваемость? Как включили Wi-Fi, все ниже-ниже успеваемость, на то факторов много, конечно, и алкогольные последствия потребления родителями, и много других факторов, но ведь есть и этот массовое ухудшение памяти, плохое запоминание материала, ну, скажем, просто какая-то агрессия, а у кого-то усталость, апатия, это все реально есть. И что я хочу в этой связи сказать? Ну, поговорите с школьными учителями, учителя, если у меня с моими, поговорите с директорами, отрубайте, хотя бы детей заставляйте, пришли, у каждого телефон сейчас есть, это десятки, сидит тридцать человек и тридцать источников излучения, это связывают с рентрасляторами, через окна и пути ищут, волны вот полностью в море, как кипеть в электромагнитных волнах, уничтожение идет просто, соответственно, естественно, распределение электромагнитных импульсов и электронов, зарядов, прохождения через клетку, и нормальное, как это должно быть, как природа установлена. Последствия страшны, это как в микроволновке фактически. Да, человек очень сильное существо, но не безграничное прийти. Знаете, что детский рак в 4 раза за последние 10 лет вырос, так сказать, его рост, прогрессия. А вы знаете, что рак головного мозга и глиомы те же, то есть от доброкачественных до злокачественных опухолей, выросли во много раз именно среди рака. То есть, а это связано непосредственно с сотовой связью, с Wi-Fi-излучением, которое имеет кумулятивный эффект. И вот в школе директора, ну вырубайте, говорите хотя бы детям, выключать, урок начался, выключать. Перемена, пожалуйста, включили, маме там позвонили, посмотрели, пришло какое-то сообщение, но как-то жили без этого, и сейчас можно, тем более, отказываться. Никто не, так сказать, призывает, я не призываю, я сам пользуюсь, но я оберегаю, насколько я могу себя. Вот в новом доме я сейчас буду переезжать, а вот это, откуда я вещаю, тоже под сдачу пойдет. Я там вообще сделаю отдельную комнату, экранированную, где будут сотовые стоять. Ну, типа, как вот сейчас мы ванну ставим, она тоже экранирована. Кстати, чем? Вот об этом мы сейчас поговорим. Более того, у меня еще экранированы комнаты спальни с трех сторон, ну плюс потолок, потому что розетки находятся только на стене с гостиной, так сказать, вот на стыке. А кровати стоят максимально далеко, я промерял приборами, уже там ничего, конечно, нет. Есть некие сигналы сотовых вышек, потому что они хоть и далеко, но есть. А в Москве что происходит? Я говорю, 70 метров, это только норматив сверху, над самым верхним этажом, а у нас 17-этажные, а эти внизу стоят ретрансляторы. Люди просто погибают. Кстати, в тех местах, где раньше поставили, тоже количество рака выше. Ну, вот, собственно говоря, вот это надо, говорит, надо. Теперь давайте я скажу о том, что делать. Что делать, если мы говорим о Wi-Fi? Сотовые, понятно, можно отключить, можно поставить к стеклу задней стенкой, подальше от себя. Ничего, пробежать 10-20 метров, это не смертельно. А вот это смертельно, рядом с собой ставить, это смертельно, да. Просто это не сразу человек умрет. И поэтому некоторые дурачки отмахиваются, мол, проблемы нет. Вы что думаете? Ну, тогда давайте так, а ртуть? Раньше слышали, средневековье травили, вот Ивана Грозного вроде, ну, пусть даже не его, но так травили реально. Не сразу, чтобы человек умер, а постепенно, то же накопительный эффект. То есть это существует? А что же вы думаете, это не существует, потому что вы это не видите? Он тоже в еде не видел ртуть. И что, от этого что-то изменилось? А, извините, лучи, это серьезные вещи. А рентгеновские лучи, вы знаете, что вы подвергаетесь, проходя вдоль этих вышек, у светофора, где стоят по 10 раз в день, вы подвергаетесь каждый раз вот фактически мощности рентгеновского излучения? То есть вот это вот тоже надо учитывать. Поэтому кто тогда уезжает за город жить, кто, ну, кто имеет возможность или желание, а, кстати, это, в окопоселение люди едут, кстати, некоторые говорят, вот убегают от проблем. Во-первых, не убегают, некоторые, наоборот, своим переездом на землю говорят, что вот как можно жить и зарабатывать, и жить счастливо. А я, кстати, вот видел одно поселение, где люди сами выбрали, вообще без электричества живут. Ну, и вы знаете, я более счастливых людей не видел. Я действительно, это факт. Так что, извините, счастье и количество там даже материальных благ или чего-то, и того же интернета, совершенно разные вещи. Вот. А мне интернет нужен, но я как пользуюсь? То есть, кстати, есть такие, так называемые, нейтроники. Я потом измерюсь в следующем видео, ну, в одном из следующих, обязательно расскажу об этом. Замерим поля. Говорят, что там вот эти микропластины, антенны, они разворачивают поле в сторону. То есть не на тебя воздействие идет, а в сторону. Это похоже теоретически на правду, но я измерюсь, скажу вам точно. Вот. Также будет встреча с очень интересными учеными, которые изобрели прибор более точный, чувствительный, который, к сожалению, наши не внедрили. Им сказали, давайте мы вам оформим, все у вас правильно, 100 тысяч рублей. Мол, ну, у них не было 100 тысяч рублей, они прибор, ну, сейчас уже зарегистрировали. То есть это совершенно точно измерительный прибор, который научно доказан, что он измеряет и как. Но об этом потом. А теперь давайте так. Значит, что, как уберечься от Wi-Fi? Это самая большая беда, но это можно сделать. Как сделал, например, вот этот физик мой, товарищ и коллега, так сказать, вот. А он очень просто сделал, он просто фольгировал. Фольга алюминиевая обычная. Ну, вы знаете, что бывает, фольга там 40 сантиметров, рулон разный. Что тут важно сказать? Вот об этом, кстати, один блогер у меня это услышав рассказал, только нюансов-то он не сказал. Важно, чтобы между фольгой не было никаких видимых стыков, то есть пространств пустотных, потому что там пройдут волны. Эксперименты даже в Ютубе можно найти, как делали. Берут жестяную банку обычную, кладут в сотовый телефон, с другого звонят. Звонок проходит даже через щель. И жесть без... А вот алюминий, да. И когда берут в алюминиевую банку, накрывают жестко, закрывают фольгой, но оставляют маленькую дырочку снизу, снизу баночки на стол ставят и звонят туда, там сотовый, то звонок проходит. Стоит фольгой залепить эту дырочку снизу, а все, тоже фольгированный звонок не проходит. Это факт-факт. Измеряют вот глаз человека даже видит, ухо слышит, то есть все понятно. Ну и приборы тоже фиксируют, правда, экранирование полное. Как сделать полное экранирование? Берете фольгу, наклеиваете стены, потолок, стыки между стенами и потолком. Ну и полом, если надо. Сначала пол можно не делать, сделать только стены, потолок. Возможно, бетонный у вас, железобетонный, там фактически та же арматура, клетка Фарадея, может быть, и не будет проходить. А вот окна, главное, да. Так вот, и алюминиевым скотчем заклеиваете, чтобы не было вот этого, то есть наложение плотное, алюминиевый скотч. Кто-то скажет, некрасиво, но я вам скажу, пожалуйста, потом брусочки, вагоночкой отделаете, панелями деревянными, там или недеревянными, или чем хотите, натяжной потолок. Вариантов-то много, я просто говорю, как надо сделать. Теперь окна, жалюзи или ставни. Такие, так называемые, на петлях раньше были такие ставни, только внутри вы делаете. Ну, можно с улицы, конечно, это сделать, прикрепить. Так, чтобы там была фольга, и друг с другом она смыкалась. Соответственно, закрываете, все, приборы сразу фиксируют, что на ноль сходит воздействие. А извините меня, когда на вас 20-30 точек сразу, а вы всем соседям не объясните, кто-то отмороженный, он будет облучать и себя, и детей, и вокруг всех. Ну, вы, по крайней мере, вот так люди некоторые делают, да, кто хочет остаться. А есть такие места, где облучение, он напротив облучателей стоит где-нибудь. Что делать? Ну, ничего, и умирать от рака или от других болезней буквально за несколько лет. Я предрекаю, к сожалению, это будет так, что через 5-7 лет, если кардинально ничего не изменить, рака еще в 3 раза больше будет. Сейчас есть города, где вот это все вошли, новшество, цивилизация, извращенное питание и прочее. Например, Гонконг, там у каждого третьего онкология, или у каждого даже второго. Это мне рассказывали те люди, которые вот непосредственно 20 лет с этой темой занимаются, врачи, которые там эту тему знают наизусть. То есть, та или иная форма, степень, стадия, тот или иной вид рака, но у каждого второго. Это страшное дело, это правда, ну, это широко не распространяется, никто мало кто это знает. Теперь, вот я вам рассказал, как можно избавиться от излучения с помощью фольги алюминиевой. Значит, это я говорил в своих лекциях некоторых еще 5-8 лет назад. Это что, так сказать, насчет первоисточников. Когда я, собственно, спросил у того же физика, вот с кем мы будем еще, я думаю, общаться, и будет репортаж, ну, а что делать тогда? Вот, так теперь давайте я посмотрю про свои написанные тезисы, потому что я мог очень важное что-то пропустить. И мы пробежимся еще раз. Итак, проблемы я сказал. Что делать? Сказал, ну, может быть, сейчас что-то еще вспомним. Значит, какие советы? Ссылки дам, понятно. Вот. Wi-Fi. Какие облучатели? Wi-Fi, понятно, сотовые телефоны, LED, потом, соответственно, свечи печи, но я надеюсь, что вы вот эти, как они, микроволновки называются, я надеюсь, что вы ими не пользуетесь, потому что это уже надо быть совсем, я не знаю, кем, чтобы пользоваться микроволновкой. Так, ну, радиотрубки тоже, но в меньшей степени. Кстати, если на рабочем месте база стоит, а радиотрубки там где-то, и она через вас все это проходит, прям рядом, в метре сидите, это очень плохо. Поставьте телефоны, ну, провода развести и обычные вот эти проводные телефоны. Либо, как раньше, коммутаторы. Один, два, три кнопку нажал, по проводам сигнал идет. Я понимаю, сейчас все для лентяев, и лентяи делают, и для научно-технический прогресс. А вы знаете, что все эти ретрансляторы имеют другую сторону, через них можно воздействовать, отключать вообще подсознание, отключать сознание человека. Вот как самый мощный из них, харп, который вы думаете, это что, это управление климатом, это климатическое оружие, это психотропное оружие, которое применялось очень часто, особенно в разных так называемых революциях, которые выгодны кому? Выгодны транснациональным корпорациям и кланам банковским. Это кто-то скажет, за теорией заговора. Типа, и что вы хотите этим доказать? Типа, что значит, если это якобы я говорю о теории заговора, значит, это все ерунда, что это теория заговора, это смешно. А что, это не может быть правдой? А вы что, ничего больше не услышали в том, что я сказал? Ну, это к таким людям и обращаюсь. Вообще ничего не услышали? То есть вы отрешены от мира, от жизни реальной, а как это интерпретировать, почему, там, теория заговора, нет, это не важно. Это не важно, главное то, что происходит, все именно так, вот это факт. Теперь, итак, вот эти столбы, понятно, на которых стоят, смотрите, где у вас эти столбы. Приборчики, ну, будет интересно, я дам там ссылку, чтобы где можно, какие приборы приобрести для замера. Ну, к сожалению, вот эти очень чувствительные, они не продаются, ну, пока, по крайней мере, не знаю, попробуем, может быть, организуем какое-то производство, а может, просто, да и замерять-то там нечего. Можно просто показать людям, чтобы все, вот, обратили внимание. А в видео я отрывок кину, кину ссылку, там будет показано, как, прям, вот фольга от окна убирается, и вот сразу зашкаливает, увидите. Итак, 24 часа постоянное облучение, накопительный эффект кумулятивный. Так, кстати, тараканы, это очень, кстати, во многих районах Москвы, где особо, это проводили потом, смотрите, где пропали воробьи, или их почти нет, а раньше было много, в этих же местах, где установили огромное количество ретрансляторов и базовых станций. Значит так, МРТ, понятно, то могут быть глиомы или кисты головного мозга, это, кстати, тоже лечится, но надо убирать главную причину, источники излучения. Так, на зрение влияет, понятно, в первую очередь, на эндокринную систему, после, конечно, нервной, в первую очередь, разрушается нервная система, потом сердечно-сосудистая, ну, потому что проводящие пучки, вот вы знаете, идет все, иннервация сигнала от коры головного мозга, непосредственно к сердечной мышце, ну и не только, к сосудам и так далее, соответственно, это понятно. Потом идет эндокринная и иммунная системы, которые разрушаются. Дальше, про громкую связь сказал, ну, неужели сложно поговорить по громкой, да, или по проводу. Убирать телефоны, ванны, кухни, фольгирование, как защита, как экран. Перед монитором, в конце концов, вот такую подставку из фольги можно поставить, но про нейтроники скажу, это, конечно, удобнее и не занимает пространство. Чуть позже, то есть, вот такой вот. Но, в любом случае, все 70-80 сантиметров, даже очень старые кинескопы, как их правильно назвать, в общем, в любом случае, так сказать, уже меньше идет воздействие излучения. Но, тем не менее, нам-то надо максимально сделать то, что мы можем, чтобы уменьшить на 100% или, так сказать, близкое к этому. Так, хорошо. В школах, понятно, это вообще страшное дело. Ну, то есть, вот, в метро тут уж ничего не сделаешь, но, понятно, с властями как в этом плане бороться. Хотя, кстати, вы знаете, сколько людей, вот, сознательно борются, пикеты устраивают, даже в некоторых местах заставляли столбы, вот, то есть, со столбов снимать ретрансляторы. Вы знаете, что они ставятся по-левому, то есть, никаких документов, то есть, вот эти, кто сотовые операторы ставят, просто незаконные на многие дома. Можно вызывать комиссии. Как вот это делать, будет видео, которое я тоже скину по ссылке. Так. Так, значит, ну, хорошо. Значит, измеряется в микровольтах на квадратный сантиметр, собственно, излучение. И можно хотя бы по вершкам пройтись, а по корешкам, по глубинным, более точным, это уже потом будет видео, смотрите. Так, теперь роутер. Ну, с роутером, понятно, Wi-Fi отключаем, так сказать, переводим в режим провода, и проблемы нет. Значит, электропроводка экранирует, даже если вы проводите вот где-то на даче или у себя, особенно если вы спите, не проводите провода там, где кровать. Но если вы проводите двойным-тройным слоем фольги экранируете и закрываете розетки просто фольгой сверху, если вы спите. Видите, если у вас уже это сделано, как можно сделать? Вот такой, несколько слоев, вот как бумага, несколько листов, и нас хочет просто двухсторонний привезти эту фольгу на розетке. Приборы сразу фиксируют, излучение нет. Ну, то есть, можно сделать? Можно. Копейки вопрос, конечно, но зато здоровье в этом смысле сбережете, по крайней мере в этом направлении. На нас много действует факторов, которые на наши болезни влияют с вами. Но их девять групп. Вы смотрите мою вводную лекцию, кто новичок, не смотрел. Вводная лекция, например, девять причин, болезни и факторов, влияющих на здоровье. Вот такая лекция. Ну, вы все поймете. Так. Влияние, значит, на народные массы через сотовые ретрансляторы. Это действительно есть такое. Про Харбскал, про так. Ну, люди ха-ха-ха есть такие. Уж не обижайтесь, какой дебилы. Ну, как по-другому. Ну, ладно, когда человек так себя так нельзя называть, если просто человек таким вот, у него такая тяжелая форма самообмана. Когда ему хочется успокоиться и проблемы не видеть. Это одно. Но есть же глумливые такие, которые еще говорят, глупости всякие. Или там, вы знаете, как вот Шариков там, как профессор Перебрежен сказал, что не судите, так сказать, в вопросах вселенского масштаба со вселенской такой же глупостью, которая просто не способна. Вот есть такие. Ну, как можно называть таких людей? Так. Ну, а люди действительно роботы. Что тут можно? Уже даже не соображают и не могут уже понять. А где-нибудь на периферии, где вообще, так сказать, действительно погружены в свои заботы проблемы, даже не думают. А некоторые еще думают, ну, если это официально существует, сертификаты есть, значит, можно. Я вообще в шоке. А вы знаете, сколько раз нормативы переписывались? По всем вопросам. Вообще по всем. Даже по анализам крови уже из десятилетия в десятилетие меняются. В ту сторону, куда общество, как и сказать, катится, что нормативы повышаются, минимальный порог повышается. Вот это, так сказать, предельное значение на тот или иной параметр. Это тоже вы не знаете? Ну, так вот, я поражаюсь, в каком мире мы живем и что с людьми творится. И последний листок. Сейчас посмотрим. Ну, да, клетка – это вообще, понимаете, электромагнитная система. Да, это как вот есть поле Земли. Оно, так сказать, в Герцах тоже измеряется. Оно естественное. Мы, если нарушаем, если мы увеличиваем, либо резонанс включаем, это все разрушает клетку. Что касается там дома, лэпы, про то, что онкология где, это все я рассказывал. Ладно, теперь, значит, индикатор СВЧ мы вам потом покажем, но в видео вы уже его увидите. То есть не у меня в руках, а у, так сказать, других людей. Теперь, 100-ваттный генератор, а вот они часто ставятся с такими, с тремя лопастями, белые такие, на вышки разные, на дома. Передатчик на частоте, которая работает 900 МГц, может добивать на тысячи километров, посылать. Ты на Луну, вот прямо с этой точки. А люди живут в 10-20-100 метрах оттуда. Особенно на верхних этажах ставят. Это просто беда. Кто на верхних есть, снимайте эти вышки, проклятые. Значит, экранирование понятно, я сказал. Так вот, СВЧ-облучение, это страшное дело. Значит, радио после радиации на втором месте по воздействию. Радиоволны, это вообще что такое? Это плотность электрического поля, достаточная для проведения сигнала. Это такой тезис, я выписал специально, чтобы вы знали, что это такое. В терминах мы правильно с вами определяемся. Базовые генераторы должны стоять не ниже 70 метров от Земли или от точки, где есть первый ближайший, так сказать, житель или человек, который будет в этом поле находиться. Значит, а то, что происходит сейчас, это правильно, это сотовый терроризм фактически. На всех домах. Это просто убийство людей. Теперь, чем дальше от источника излучения, тем ниже плотность поля. Это понятно, да? Поэтому, соответственно, вот если где-нибудь за городом живет, а он там в 5 километрах ниже, но воздействие тоже идет. Так. Теперь. Токи высокого напряжения. Токи высокого напряжения. Можно экранировать фольгой, о чем я говорил. Насчет тока высокого напряжения важный момент. Сигнал, вот при звонке, его мощность выше, это понятно. Стекло у нас пропускает радиоволны, дорогие друзья. Кто-то скажет, это диэлектрик. Правильно, но вот это я сейчас вам поясню сразу. Стекло, дело в том, что оно менее плотный материал, чем многие, ну, такие материалы, как бетон, железо, это понятно. И, вот, например, на радиореакторах, то есть где атомные станции, ставят специальное стекло со свинцом, там до 40% свинца, чтобы как раз оно экранировало, то есть накапливало и отдавало. И, соответственно, вот стекло пропускает радиоволны. Дело в том, что токи высокой частоты, понимаете, это как раз, те сами, пронизывают даже диэлектрики. Вот так-то. Вот, то есть стекло в том числе, да, оно диэлектрик. Ну, например, такие токи низких частот, как 220, 380 вольт, они, да, стекло, как диэлектрик работает, не пропустят. Но это разная вещь, понимаете, в чем дело? Вот, так, теперь, то есть диэлектрик, есть диэлектрик, он является диэлектриком, пока он не пропускает заряды в объем. А если он заряды в объем пропускает, то есть это уже происходит, что электрики знают, называется пробоем. Вот происходит такой постоянный пробоем. А если заряды малые, то пропускают они всегда, через стекло пропускают эти заряды всегда. Вот, ну, значит, и еще, когда комиссии какие-то приглашать будете, если будете по измерению, надо не, чтобы они шумы измеряли, вот эти электромагнитные, а напряженность электрического поля, и именно его. Тогда некоторые даже в фи и уезжают, то есть они такие вот в позу встают. Ну вот, дорогие друзья, я вам надеюсь очень, может, не кратко, хотя для этого темы, этой вопроса, это на часа четыре, но я достаточно кратко, мне так кажется, вам пояснил все это. Я надеюсь, что это очень полезно вам будет и важно. Я прошу вас, если вы меня поддерживаете в данном вопросе, если это важно вам показалось, не быть безразличными, равнодушными людьми, и не оставить лайки, потому что это будет показатель вашего одобрения и поддержки меня, и моего канала, и данной темы. Меня эта тема очень волнует, я хочу, чтобы люди это знали, это главная была задача, собственно, единственная, сделать такое видео. Ускорился я, потому что, ну, сделал его сейчас, а не потом, у меня очень мало времени, и я обещаю порой людям, вот сам себя кляну за это потом, а не могу выполнить, потому что я 20 часов в сутки буквально порой работаю, и вот сейчас я потому сделал его, может быть, это и хорошо, что вот выпустил один человек такое видео, что, мол, он рассказывает про фольгу, как заклеивать, а где он это взял? Ну, и меня как-то, знаете, такое ретевое взял, и я вот решил, поэтому и сделал вроде хорошо, как раз стимул был. Так, дорогие друзья, значит, передавайте это видео другим, распространяйте, это очень жизненно важно, мы же все люди должны друг другу помогать, ну уж, да, мы можем быть противниками, даже врагами в чем-то, но это не значит, так сказать, что вот в таких жизненно важных вопросах не надо объединяться, но это же просто на кого мы работаем, и кто вот это все творит с нами, когда необоснованно по 10 претрансляторов на столбе, и через каждую пол улицы под такому столбу стоит, на домах везде, это убийство людей, и это влияние на физику, и физику человека, и на его, так сказать, вплоть до нравственности, ну, по крайней мере, на его разум, рассудок, умение причинно-следственными связями мыслить, я смотрю, как меняется у людей мышление, люди уже, кто 10-20 лет назад был еще способен на многое, в умственном плане сейчас уже вообще инвалиды умственные стали, которые мыслить не могут, не могут логически, так сказать, два хода вперед сделать, и я просто поражаюсь, какие вещи порой нужно вот в комментариях отвечать людям, что творится, это влияние однозначно в том числе, то есть не только продуктов питания, но вот этой важнейшей темы, которую, да, так полно, так вот, я еще не объяснял, но вот сейчас свою вот эту ошибку, можно сказать, упущение сделал, если что-то и забыл сказать, то обязательно скажу в следующей передаче на эту тему. Одно письмо мне пришло вчера буквально от момента записи данного видео, пишет радиоэлектрик, физик, что так и так, вы только, так сказать, если будете говорить, хоть это обоснуйте научно или что-то, он говорит, я совершенно согласен с вами, что это правда, я своему сыну, я жаль, вот сейчас забыл распечатать, ну, так скажу своими словами, хотя даже распечатал, по-моему, но не взял эту бумажку, он говорит, что я своему сыну вот это все объяснил, показал опыты, он мне обещал эти видео прислать, потому что все видео цены в этом плане, и после этого сын подросток, который плевал на все, он максимум несколько секунд по сотовому говорит, убирает, выключает его, потом перезванивает с городского, то есть настолько неоспоримые, абсолютно точные аргументы, видимые, ощутимые, и это можно людям показать, продемонстрировать, достаточно и того, что я сказал, ну, кто уж прям только вот увидеть, во-первых, видео по ссылкам, во-вторых, будут другие, и уже в следующей передаче вот я расскажу подробнее, покажу видео и все, что угодно, но задумайтесь сейчас, каждую минуту мы выпускаем зазря, а это такое воздействие, вот я его, например, чувствую своим организмом, есть такие люди, кто чувствует, большинство нет, к сожалению, отбито уже все у людей, потому что если люди едят, пьют, так дышат, чем угодно, и понятно, выхлопами из машин, у них уже они ничего чувствовать не будут, вот до того довели человека современного, это беда наша с вами, надо как-то из этой ямы выползать. Ну, все, дорогие друзья, и так затянул, до новых встреч, ставьте лайки, поддержите, ну и, соответственно, до новых встреч, до свидания.